iPhone X вышел в продажу, и теперь не только журналисты, но и обычные пользователи могут понять, а соответствует ли десятка тем ожиданиям, которые на нее возлагали. Я представляю вам нашу рубрику «Ожидания. Реальность» для iPhone X. Ожидания. Инсайдеры утверждали, что Apple готовит к выпуску три модели. iPhone 7s, 7s Plus и iPhone 8. Правда, чуть позже появились слухи, что купертиновцы не станут использовать индекс 7s, а перейдут сразу к 8, а юбилейную версию назовут десяткой. Реальность. Apple действительно выпустила три новых модели мобильных аппаратов, и названия этих новинок соответствовали последним слухам. Причем, если до премьеры все называли юбилейное поколение iPhone X, то оказалось, что X означает римскую цифру 10. Кстати, а как вы называете iPhone? 10 или же X? Проголосуйте в вопросе, мне будет интересно узнать. Ожидания. Все три ожидаемые новинки должны были получить стеклянный корпус, стеклянные панели и металлическую рамку между ними. А юбилейная версия iPhone X? Еще и безрамочный OLED-экран на органических светодиодах. Реальность. На деле новый iPhone получил во всех трех моделях стеклянные панели корпуса, а торцы изготовили из стали. Насчет OLED-дисплея в юбилейном iPhone X тоже все подтвердилось. Но только рамки у него все же есть. Ожидания. На новом iPhone X должна была исчезнуть кнопка Home, а тактилоскопический сенсор переместится на тыльную панель и будет размещен где-нибудь под логотипом надкушенного яблока, либо попадет под стекло экрана. Реальность. На самом деле купертиновцы убрали кнопку Home с корпуса десятки на совсем. При этом они отказались и от удобной функции Touch ID. Хотя их новая технология Face ID снижает вероятность обмануть смартфон в 20 раз и вроде как даже работает быстрее, но... Но не могу я забыть об удобстве Touch ID. Не могу. Real talk. Ожидания. У новых iPhone'ов разъем Lightning будет заменен на универсальный порт USB Type-C. Также будет наконец-то добавлена функция беспроводной зарядки. Реальность. Да, у iPhone 8, 8 Plus и iPhone X появилась поддержка беспроводной зарядки. Это свершилось. Кроме того, даже есть поддержка быстрой зарядки QI. За полчаса смартфон набирает половину заряда батареи. А смены портов не произошло. Пользователи по-прежнему остаются зависимыми от разъема Lightning. Ожидание. Ожидалось, что iPhone X будет стоить дороже 1000 долларов США. Реальность. На самом деле это ожидание подтвердилось. Но вот кто мог подумать, что X будет стоить не просто дороже 1000 долларов, а целых 1500 долларов. Да ее еще и невозможно будет купить из-за дефицита. А вы знаете, что в США фиксируются массовые случаи возврата десятых iPhone'ов в магазины из-за неоправдания ожиданий? Ну там все проще с возвратом любой техники в течение двух недель с момента покупки. Вот и возвращают их американцы, объясняя тем, что они не нашли в iPhone X новых реально полезных функций, ради которых стоило так переплачивать. А теперь игра. Угадайте, что это за человек, имеющий непосредственное отношение к сегодняшней теме? Да и вообще к компании Apple. Напишите в комменты, кто это и что он такого сделал. Первый победивший получит 1 балл и возможность выиграть беспроводные наушники. Подписывайтесь. А еще посмотрите наше прошлое видео «Топ 5, чем iPhone X хуже iPhone 8». Почувствуйте нечто иное.